Он предотвратит крупное возгорание, заметив первый же полыхнувший огонек и тут же направит на борьбу с угрозой весь свой противопожарный арсенал. У вас всегда под рукой мобильный телефон? Помните, он выйдет на связь, если случится беда. Он робот. Пламя тушит пожаротушащие гранаты. Одна граната может потушить до 20 квадратных метров пламени. Соответственно, три гранаты покрывают уже 60 квадратных метров. То есть данный робот может на начальной стадии возгорания очень легко справиться с пламенем. Данный робот может быть рекомендован службам МЧС. Так как он направляется дистанционно, он может быть использован для обеспечения безопасности оператора при тушении особо сложных пожаров. Создатель этой умной машины, севастопольский школьник Владимир Фомичев, увлекается робототехникой с ранних лет. Но углубленное изучение высоких технологий начал три года назад, придя в Малую Академию Наук. И сразу же приступил к воплощению в жизнь собственного масштабного проекта. Система сохранива обнаружения и тушения пожаров может быть использована в помещениях, где нет людей. В случае обнаружения пожара робот предпринимает меры по своевременному тушению пожара и оповещению владельца помещения. Продемонстрируем его в действии. В одном изобретении объединить точность снайпера и мастерство пожарного. Самым непростым этапом работы была настройка датчика огня и проектирование шасси с гусеничным кодом, вспоминает Владимир. Месяцы расчетов и экспериментов, неисчислимое число пробы ошибок. Но редкое изобретение рождается без них. Сложности не отпугнули начинающего ученого, и сегодня он, уже будучи победителем ряда международных и всероссийских выставок конкурсов, вновь готовится представить свою разработку на суд специалистов. Разработка будет представлена в городе Санкт-Петербург на конференции «Будущее сильной России в высоких технологиях». Так как он уже получил место на городском конкурсе защиты научно-исследовательских работ, он получит дополнительные баллы при поступлении в Севастопольский государственный университет. И если удачно защитить свою работу в Санкт-Петербурге, у него будет возможность уже поступать по льготам и в вузы Санкт-Петербурга. Экспериментальный образец системы сверхраннего обнаружения и тушения пожаров собран из специализированного конструктора. Но если робота пожарного удастся запатентовать и начать серийное производство, детали и корпус будут металлическими, огнеупорными, рассказывает Владимир. А еще признается, модернизировать машину можно бесконечно, ведь нет пределов совершенству, особенно в сфере технологий. Прогресс на месте не стоит. Для обнаружения пламени робот использует целый комплекс датчиков. Это датчик угарного газа, датчик углекислого газа, датчик влажности и температуры. А также основной компонент – это пятиканальный датчик пламени. Для избежания случайных срабатываний, во-первых, используются комплексы этих датчиков для обнаружения пламени. Во-вторых, я планирую на робота установить камеру. Научно-практическая конференция «Будущее России» в высоких технологиях начнется уже 28 февраля. Свои достижения на ней, помимо Владимира, продемонстрируют еще четверо ребят из Малой Академии. А пока опытные изобретатели готовятся представлять Севастополь на общероссийском уровне, свой путь в науку начинают самые юные их коллеги. Конструированием роботов в стенах учреждения сейчас занимаются около полутора сотен ребят. Для каждого знакомство с миром высоких технологий начинается с простеньких заданий, больше похожих на игру. Для многих она продолжится, а самые усердные и любознательные обязательно станут в ней победителями, подарив миру немало новых идей и прославив город-герой. Наталья Данилова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.